МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во-первых, костюмы поражают. Костюмы поражают своим богатством, значит, новизной, различными экспромтами не боятся делать художники и артисты. И отсюда работа такая, понимаете, все как бы движется к профессиональному уровню. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участников в номинации хореография больше, как и разнообразие жанров. Здесь и классический балет, и народный танец, и неоклассика, и современный хип-хоп. Танцоры выступают индивидуально и в коллективах. Для меня очень ценно на этом этапе нашего фестиваля, что несмотря на ограничения, с которыми мы были связаны в связи с пандемией и с шествием коронавируса по всей планете, видна огромная работа наставников, огромная работа участников коллективов, которые за это время не просто не потеряли в качестве и в исполнительском уровне, но и смогли вырасти. Даша и Маляке 11-12 лет. Девочки танцуют в хореографическом коллективе «Изумруд» культурного центра Барвиха. На конкурс они представили номер «Отражение», который был поставлен год назад. Подготовка к фестивалю заняла два месяца. Мне безумно нравится этот номер, потому что у него можно передать душу, эмоции свои выразить. Он очень такой, мне кажется, мощный, прям душевный больше. Помимо качества подготовки участников, фестиваль отличается высочайшим уровнем компетенции жюри. В его состав неизменно входят народные и заслуженные артисты, композиторы, преподаватели высшей квалификационной категории ведущих вузов в области культуры, которые дают свои рекомендации руководителям и педагогам конкурсантов. При этом жюри отмечают праздничную атмосферу фестиваля и обилие ярких, интересных номеров. Видно, что руководители и педагоги очень серьезно, профессионально работают с коллективами. Ну и вырос уровень фестиваля в целом, по сравнению с прошлым годом. Так что перспектива большая у фестиваля. Оценить следующее выступление участников фестиваля в номинациях «Вокально-инструментальный ансамбль» и «Инструментальное искусство» жюри сможет уже 13 марта. Коллективы и индивидуальные участники вновь выйдут на сцену культурно-досугового центра «Заречье». А в апреле лучшие конкурсанты выступят на традиционном гала-концерте «Серебряного оленя». Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».